Наши давние слушатели уже, конечно, знают, что тема спорта, особенно любительского спорта, занимает особое место в нашей программе, ну, естественно, в моём сознании, как самого спортсмена-любителя. И в кругу моих знакомых, друзей, очень много спортсменов, вы знаете, люди удивительные, каждый по-своему, потому что, собственно, те причины, которые заставляют вполне обычного человека отрывать огромное время от жизни, от семьи, там, не знаю, часы, десятки часов иногда в неделю тренироваться, выходить на международные соревнования и при этом вести нормальную жизнь, они, причины эти, совершенно разные. Но все люди эти, по-своему, удивительные и замечательные. Среди этих людей есть некая когорта железных людей. Я думаю, многие из вас знают, что есть такое соревнование Ironman. Это триатлон на железную дистанцию легендарный, который состоит из трёх дисциплин, которые подряд выполняются. Человек плывёт почти 4 километра в открытой воде, в море или в водоёме каком-то, затем едет на велосипеде 180 километров, и зачем бежит полный марафон, 42 километра. Все, кто это выполняет, называются Ironman. Так вот сейчас напротив меня сидит человек, который не просто несколько раз Ironman, а Ultraman. То есть человек, который проплыл 10 километров, затем проехал на велосипеде 421 километр, и затем пробежал 85 километров, сделал это около месяца, двух месяцев тому назад, в августе 2013 года. Зовут его человека Алексей Панфёров. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. И как бы, так скажем, в мирской жизни, да, так сказать, в обычной жизни он у нас управляющий партнёр NRG. Как я понимаю, это New Russia Growth. Как и есть. Инвестиционная. Вот, и мы хотим сегодня поговорить с Алексеем о спорте, о том, какая, собственно, существует мотивация для того, чтобы такие совершенно запредельные дистанции покрывать, и о том, какую роль спорт сыграл его в жизни, в том числе в таких неожиданных поворотах его жизни. Ну так как, Алексей, как к тебе к Ultraman обращаться теперь? Что это за соревнование было? Что тебя вообще подвигло на такие дистанции? Ну, можно как к Ultraman, можно как обычному человеку. Всё дело в том, что в этом году я собрал много новых титулов, помимо Ironman. Год начался с титула Strongman. Это формат японской железной дистанции, она немного отличается от классики. Любопытно, что все японцы на финальные старты Strongman попадают с жёстким квалификационным отбором, а только иностранцы приглашаются как своего рода селебрити-сучастники, сильные любители и профессионалы. Мы имели честь быть приглашёнными на это культовое соревнование, проходящее на далёком острове Японском, которое ближе к Тайваню, также далёк от Токио, как и этот остров от всего континента евразийского. Это как остров называется? Это близкий к Окинаве острову, у меня сейчас название. А мы рядом с Окинавой. Ну, от Окинавы это ещё лететь в сторону Тайваня час двадцать. Я сейчас постепенно вспомню название, оно для меня не такое простое, уже вылетело с марта месяца из головы. Ну, любопытное соревнование, которое неожиданно превратилось в дуатлон из-за проблем со штормом. Это такая зона циклонов. В последний момент буквально за 20 минут до старта было принято решение вместо плавания сделать дополнительный бег длиной в 7 километров. Итого, в этот день мы почти 50 пробежали. И это было достаточно любопытным испытанием, потому что я аховый пловец, а велосипед и бег — это мои сильные стороны. Поэтому, если бы не поломка на трассе, то я вполне мог претендовать на приход в первой десятке из 1600 человек, что для меня было довольно любопытным результатом, могло бы стать. Тем не менее, это не случилось, но стронгменом местом я стал. То есть прокол был ликвидирован, починен? Прокол... У меня был разрыв шины, а техничка в этих соревнованиях не присутствует, в отличие от айронмена. Поэтому помощь оказывалась два с половиной часа. Колхозник местный, не говорящий ни слова на английском языке и никаком другом европейском, увидел проблему, принес старое-старое какое-то пластмассовое колесо, на котором я смог проехать более половины из 150 положенных километров. Потом из центра города перенесли отремонтированное с какой-то зимней резиной мое колесо, и она не может доехала остаток. Как это все превратилось в ужасную экзотику. Было забавно и мило, но тем не менее, такой счастливый... Ну так что вот этот вот эпизод. Этот, да. Нет, любопытнейший эпизод. В это место никогда не попадешь, если бы не это соревнование. Это просто невозможно, потому что делать там абсолютно нечего. На Японию это совсем не похоже. Разруха хуже, чем в отсталых районах Китая. Но, наверное, это один из шармов тех уголков, где проходят такие соревнования, потому что, как правило, большие столицы очень неудачно принимают соревнования сложных форматов. Просто этим столицам эти соревнования не нужны попросту. Вот хороший пример, это Нью-Йорк, который проводился один год. Безумная подписка, огромная стоимость участия, рекордная. То есть там участвовал, по-моему, да? Я участвовал, да. Мы плыли в гуд-зоне загрязненном. Грязная вода, быстрое течение. Грязная вода, быстрое течение. Главное было успеть вылезти на берег. Сносит так, да? Так сносит сильно, да. Рекорд по плаванию на 4 километрах я проплыл за 49 минут. При стандарте моем час 15 на 4 километрах. Вот это какое-то было безумие. Я просто не успевал отслеживать проплывающие буйки, потому что скорость была такая, что можно было просто на спине лежать и вовремя вылезти из воды. А старт где-то вы в районе Гарлема? Старт выше. Нас на плотах, ну, на таких вот, скажем, на паромах везли от Манхэттена до Ниджерси, до дальней стороны. А, вы со стороны Ниджерси. Выгружали в транзитки со стороны Ниджерси, да, прямо за мостом Джорджа-Вашингтона. Мы поднимали на 4 километра вверх по течению. Ну, буквально это выглядело с утра, как будто заключенные на пересылке, извиняюсь, да. Из этих паромов мы по очереди выпрыгивали в воду, проходя через рамку считыватель чипа. Поэтому это был раздельный старт, иначе, ну, массовый старт невозможно вырвать. И вот по течению вниз к мосту Джорджа-Вашингтона, вправом, так прижимаясь вправо от таких многотоннажных кораблей, мы плыли. Это, конечно, была безумная экзотика. Вот, грязнющая, вонючая вода, вылезли, слава богу. Потом езда по шоссе в стороне Ниджерси, никому не нужные, ехали, никому не видные. Бежали основную часть марафона, ну, порядка 70%, также на той стороне. Через мост перебегали и финишировали, ну, там, на таких задворках Центрального парка, опять-таки, практически без зрителей. Это был первый и последний такой вот айронмен в столице. Ну, в общем, да, для триатлона большие города плохо подходят. Они не нужны, да, поэтому всегда это какая-то экзотика. В Мексике, в Японии, в Азии. Это безумно интересно. А что вообще, Алексей, что подвигло, вот откуда явился первый импульс к тому, чтобы именно триатлоном заняться? Любопытная история. Начали в 2005 году, когда я еще работал в МДМ-банке, активно заниматься спортом на выносливость. Тогда это был бег, как самый простой из всех категорий, не требующий никакой техники, никакого сложного оборудования. Вот, пробежали первый полумарафон в Германии, недалеко от Дюссельдорфа, с коллегами из инвестиционного департамента МДМа. Еле живы остались, в общем-то, очень заинтересовало. То есть просто-просто поняли, что что-то нужно делать для тела, для здоровья. Да, потому что до этого влечением был хоккей. Хоккей это довольно сложно организовать, требуется много людей. Здесь один-два человека едет, и уже все получается. Ну и потом постепенно это соединили с велосипедом. На велосипеде много путешествовали по Франции и Испании. Такие устраивались семейные велопробеги, когда можно было сочетать и культурные моменты посещения музеев, замков, винных дегустаций даже. Объезжать по 100-120 км в день тогда это казалось много. Много всего видеть, того, что не видно из окна машины. Это жутко понравилось. В какой-то момент к нам на работу пришел новый сотрудник, который до этого прожил всю свою жизнь в США, работал на этом рынке. Рассказал о том, что в Америке это уже часть культуры, триатлон и триатлон на длинной дистанции. И предложил нам попробовать свои силы сначала в олимпийском старте. Это был май, 27 мая, триатлон в Сан-Ремо. Олимпийская, так это поясним, относительно короткие, да? Да, полтора плыть, 40 ехать и 10 км сбежать. Это такой золотой стандарт, который сейчас меняют в пользу еще более короткой, в два раза короткой дистанции классический спринт для олимпийских игр. Поскольку все телевизионщики требуют картинки, по сути, длинные соревнования тяжело смотрятся. А спринт это где-то 750 плыть? Идет прям ровно, 750 плыть, 20 ехать и 5 бежать. 750, 25 бежать, да. Да, то есть то, что мужчины делают от 52 до 55 минут, вот, женщины в районе часа, то есть это легко смотрится. Ну и любители там час 10, час 20, час 30. Сильные любители час 05, да, 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 так и есть, час 20, час 30, это могут делать начинающие. Ну как полумарафон примерно, я думаю. Примерно да, но только более интересно. Я думаю, что полумарафон, если к нему серьезно отнестись, будет сложнее, потому что все-таки раскладывать силы на велосипеде и на плавание, и потом пробежать пятерку, пускай на максимуме, это попроще. Ну да. Так что вот тогда это случилось, в 2009 году, и, естественно, как венцом всего, казалось невозможно Iron Man, о котором все грезили, мечтали, информации не было никакой, ее не могли собрать. Были американские издания, из которых мы это все собирали, пытались заниматься переводом, и делали это, какой-то ликбез устраивали, оттуда и родился наш сайт 3life.ru. Вот, мы хотели делать это массово, делать это не так, как вот элиты делают, да, вот это для избранных, а все остальное там, ребят, ну, как-то пытайтесь. Надо было делать спорт доступно, вроде получилось, по-моему, тогда было буквально 10 человек в 2009 году в России, которые финишировали на этой дистанции, сейчас их уже более 200, ну вот, по-моему, что-то около 250. Ну да, это какая-то пошла просто волна за последние 4 года буквально. Волна. Сегодня в массовой, там, в каких-то средствах массовой информации увидел статью о триатлонной команде Сколково, в Сколково какой-то прям вот в центре нашего научного развития, такой просто повальный тоже спрос на информацию об этом спорте, на увлечение на это, то есть люди присоединяются к этой команде. Насколько дорого, вот скажем, человек, хоть сейчас нас послушает, захочет этим заняться, вот первичные инвестиции, насколько дорого же? Дорого две вещи. Первая это велосипед, все-таки от того, на каком, насколько качественно велосипеде ты будешь выступать, зависит и не только твое время, а и уровень комфорта. И вообще будешь ты это делать или нет, потому что огромное количество травм спины, ног, колени можно получить от неправильной посадки, неправильного велосипеда. Я думаю, хороший велосипед можно покупать, начиная с 2000 долларов. Плавки, кроссовки, очки, ну, я думаю, что для любого человека это смешные инвестиции, мы о них не будем говорить. Вот, ну и второе, самое главное, к сожалению, наша страна и инфраструктура нашей страны, и климатические особенности не позволяют сделать этот спорт массовым. Поэтому, когда мы говорим о счастье от стартов, все-таки это не московские, не сочинские потенциальные, не питерские старты, а это все-таки зарубежные старты, даже может быть. При Балтике в ближайшем, где неплохие, научились делать массовые неплохо. Тот же Трисмайл в Эстонии, собирающий тысячи людей и проводящийся просто на уровне выше всяких похвал. Уровень Айронмена может быть и выше по такому уютному, по уютной обстановке, международному уровню. Поэтому, конечно, это поездки, ну а дальше это фантазии каждого человека. Как экономить, чем лететь, дискаунтерами. На Трилайфе не раз подсчитывался бюджет поездки по минимуму. Как можно построить календарь. Ну, можно за несколько тысяч долларов и не выходить. А можно разойтись так, что там любой экзотический старт в Австралии с перелетами туда выйдет в такую копейку, что потом долго не будешь ездить. Поэтому здесь нету четких границ. Ну, здесь, да, здесь даже, мне кажется, сложно сравнивать с обычным отпуском человека, потому что здесь элемент мотивации настолько велик, и организация твоей жизни вокруг этого всего, что, понимаешь, если ты раз в год тратишь там несколько тысяч долларов на отпуск с семьей, а те же самые деньги с той же семьей ты поедешь, но при этом, как бы, у вас у всех будет некая, да, суперцель. Сергей, мы подошли к ключевому вопросу. Если в это не вовлекать семью и близких, то лучше об этом забыть. То есть нельзя ставить это и противопоставлять это увлечением всей семьи культуре в твоем офисе и культуре в кругу твоих друзей. То есть если это то, что вас объединяет, то ты в этом чувствуешь себя комфортно, ибо мы говорим о больших временных затратах, которые, ну, по сути, неизбежны, если ты хочешь нормально себя в этом всем чувствовать. Поэтому если ты интегрирован в это все, и люди тебя поддерживают, близкие и важные тебе, тогда это превращается в комфортное времяпровождение. Если это некий антагонизм, то это, в конце концов, уйдет из твоей жизни. Мы видели много примеров. Вот, мы за такую культуру и в нашем офисе, и в семье, и вообще вокруг. Вот, поэтому это комфортно. В офисе это поддерживается как-то? А, безусловно. Безусловно. Я не могу сказать, что это огульно поддерживается, есть какие-то обязательства. Мы приветствуем именно спортивное времяпровождение и стараемся, что на корпоративах, что, ну, скажем так, вне их, вот, допустим, был московский марафон, половина офиса бежала либо 10 километров, либо 42. Вот сейчас, который на сентябрьский. Да, великолепно организованные соревнования на международном уровне. Мы очень благодарны всем, тем, кто к этому так или иначе приложил руку, правительству Москвы. Собянин, говорят, лично это благословил. Это замечательный старт был. Вот. Два великолепных забега. Это весенний и осенний гром. Также на международном уровне проводящемся. Триатлон Веста Банка, где мы непосредственно участие принимаем. В Крылатском. В Крылатском. Великолепно организованное соревнование. Вот. И очень приятно, что число подобных мероприятий растет, и можно в них участвовать, не тратя много времени на переезды. Напомню, что у нас в студии Алексей Панферов, управляющий партнер Energy и спортсмен-любитель. Хотя, я думаю, тот уровень, которым он уже занимается, временные затраты близки к профессиональным. Да, в общем-то, и некоторые результаты, о которых мы расскажем. Мы вернемся после небольшого перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня человек, который, так сказать, внешне выглядит таким бизнесменом в хорошем, хорошо сидящем костюме, белой рубашке. Но на руках его, на руке его, на левом запястье я вижу часы «Гармин», которые показывают расстояние, которые показывают скорость, часы со встроенным GPS. И это для меня моментально является сигналом, что человек занимается неким видом спорта на выносливость. Сам тоже такие ношу, правда, у меня полар на руке. Ну, кстати, да, Абрамович, по-моему, да, тоже с поларом ходит. Сто процентов, да. Да, да. И я думаю, на Западе ты тоже встречал каких-то бизнесменов, которые вот носят, такие люди успешные, состоявшиеся, которые с гордостью носят вот эти часы, которые стоят там, я не знаю, не 30 тысяч евро, да, а 200 долларов. Да, так и есть, Сергей. Все часы за 30 более или менее тысяч лежат на полке и пылятся уже давно. Но те часы, которые являются не только надежными, но очень удобными и используются постоянно, они на руке, они легкие, вот, это, наверное, уже что-то типа лайфстайл. Ну, это некий сигнал окружающим, некий сигнал. Ну, знаешь, вот расскажу историю, есть, наверное, тоже один из наших первых айронменов, триатлетов, мой хороший знакомый и тоже бывший гость нашей, был у нас гость на нашей студии, Иван Житинёв. Вот, он ведёт бизнес с западными партнёрами, и вот он рассказывал, что когда люди узнают, что он бегает марафоны, вот, Швейцарии в частности, резко изменяются отношения. То есть совершенно другие отношения, так сказать, с местными чиновниками, с там агентством экономического развития, с кредитными организациями. То есть тебя начинают совершенно иначе воспринимать. То есть вот эти вот часы на резинке, да, на резиновом ремешке, они являются неким пропуском в мир людей, которые уже чего-то доказали и, да, так сказать, вызывают совершенно другой уровень уважения. Да, я единственное, что хочу сказать, что для меня это ни в коем случае никакой не гаджет и никакой не часть моего имиджа, это просто удобный для меня аксессуар. Я считаю, что всё, что может быть функциональным, должно им быть, потому что мало времени, время это самое ценное, тратить что-то на дополнительное, ну, там, зачем мне носить часы в кармане, которые мне понадобятся на тренировке, и одевать часы Бригея или Ваширон Константин, которые потом понадобятся где-то хранить в фитнесе или ещё куда-то положить, потом они потеряются, их надо заводить зачем-то каждое утро. Или проверять время, они отстают по пять минут в сутки. Это, безусловно, удобные электронные часы, которые неброские, маленькие, там, всё замечательно. Для того, чтобы на меня посмотрели и сказали, вот, ты и я одной крови. Ну, в принципе, когда какие-то встречи проходят, люди достаточно хорошо готовятся уже прогуглить личность потенциального партнёра или того человека, который будет наставить на переговорах, является нормой. Они знают обо мне довольно-таки много, мы часто об этом говорим, очень часто встречаешь единомышленников. Чем ближе ты ко встречам к американскому континенту, тем больше единомышленников ты встречаешь. Всё-таки в Америке... То есть это американская тема больше. Да, это, безусловно, американская тема. В Европе есть две страны-лидеры. Это Швейцария и это Германия. Я думаю, что Великобритания стоит на третьем месте по увлечению длинным триатлоном. Но, тем не менее, мы очень часто встречаем тех людей, которые также глубоко этим занимаются. Это, безусловно, помогает в бизнес-отношениях, потому что это показывает, в общем-то, то, как человек относится к своему свободному времени, то, какие у него истинные влечения, насколько у него комфортно состояние души, насколько глубоко с ним можно идти в эти отношения. Это помогает, безусловно. Насколько спорт помогает в сложные моменты жизни? Потому что мы знаем, что у тебя был очень тяжелый период, когда был диагностирован рак. Да. Расскажи, как это было и как это всё сочеталось со спортом. Ну, это именно и сочеталось со спортом, потому что это был поздний декабрь 2011 года. Была очередная диагностика, прошу прощения, 10-го года, то есть 11-й только должен был начаться. Была диагностика по спортивной линии, ДКЦ номер 1 на метро Беляева. Замечательные отечественные врачи, внимательно, в отличие от немецких, где ранее я проходил чекап, делающие обследования на различных электронных устройствах, обнаруживали опухоль, посоветовали углубленно её проверить. Вот. Поэтому я благодарен спорту, что именно благодаря ему я оказался в этом исследовательском центре. Врачи отнеслись с повышенным вниманием, потому что спортивные нагрузки – это не шутки, надо очень всё внимательно смотреть. Вот. Опасные предположения подтвердились. Это была раковая опухоль. Дальнейший, там, тяжёлый период времени выбил меня из калилии немного. Вот. Удалось восстановиться, вернуться в спорт. Рак почки? Рак почки, да, потеряна вся почка, в общем-то, изменена физиология организма, другая фильтрация солей, очень низкий уровень гемоглобина, не позволяет выносить те нагрузки, которые до этого были. Вот. Специальные методики тренировок, восстановлений. Всё это стало значительно более сложным. Я думаю, что вообще-то, когда человеку уже 40 лет и более, те или иные болячки у него есть. Поэтому говорить, что я такой бедный и несчастный, а все остальные в порядке, тоже нельзя, неправильно. У каждого есть какие-то ограничения, я к этому отношусь спокойно, философски, понимаю, где мне это мешает, понимаю, более-менее, как с этим бороться не всегда получается. Но любопытный факт, вот такой вот, если уж говорить, как помог. Ну, во-первых, помог, ну, какое-то проведение вот этой вот проверкой и выяснение до того, как опухоль лопнула, да, хотя она была огромная, это было всё на грани. Вот. Но есть такой интересный медицинский факт, что, связанный с биохимией, что когда идут интенсивные нагрузки, то уровень такого элемента, как креатин, фосфокиназа в организме, он повышается значительно. Вот. И, по мнению врачей, вот этот высокий уровень позволяет сохранять капсулу того или иного образования, не давать ей разрываться, да, то есть это некое стабильное состояние материи, в том числе. Ну, не только, не обязательно этой капсулы, но и того же миокарда, допустим, да. Поэтому то, что эту опухоль большую по медицинским понятиям не разорвало в момент интенсивных тренировок при учащённом пульсе, вот благодаря вот этому элементу в организме. Поэтому, ну, можно тоже благодарить именно вот такой вид спорта, связанный не с ускорениями, а с планомерными долгосрочными нагрузками, о том, что всё-таки это мне помогло каким-то образом оставлять ситуацию под контролем. Фактически. Вот тебе, я просто, я думаю, всё равно мы все так или иначе когда-либо окажемся, ну, не обязательно, не дай бог, с раковой опухолью. Нет, ну, всё равно человек оказывается перед лицом болезни, так или иначе. Вот. Спорт в каком-то смысле готовит к этому, готовит воспринимать внешние обстоятельства, ну, в данном случае обстоятельства собственного тела, как некий челлендж. Как некую дистанцию, которую тебе надо преодолеть, там, через боль, через «не могу». Я думаю, что можно об этом философствовать и рассуждать, наверное, да, потому что много времени, когда ты проводишь в таких тренировках, тратиться на диалог с самим собой, ты же должен о чём-то думать во время 7-часовой тренировки, или во время заплыва на 4 часа, или во время забега на 10 часов. А о чём ты думаешь, вот, скажем, в седло, да, в седле, 7-часовая, там, тренировка на велосипеде, тебе нужно проехать, там, 180 километров? Ну, если честно, половину времени я думаю о том, когда это всё закончится. То есть я не буду врать, я терплю, и постоянно смотрю на часы, и у меня идёт такой каунтдаун, обратный отчёт. То есть я, наверное, здесь несовершенен, я не могу сказать, что я наслаждаюсь болью, как многие это говорят. То есть какую-то, может быть, радость от преодоления она мне доставляет, но я её терплю и тяжело терплю, да. Для меня это реальная проблема, я с ней борюсь всегда, пытаюсь за это перешагнуть. Ну, слушай, ну, если там вкатка велосипедная где-нибудь в Провансе или по Тоскане ты едешь, ты что, тоже считаешь? Нет, тогда я думаю, не-не-не, ну, когда вкатка и здорово вокруг, это называется покатушки, когда нету физической работы, так называемой, да. Ну, ну, перевал, ты катаешься в Альпах, когда ты едешь в перевал, тебе тяжело, но всё-таки же не знаю, какие красоты, вокруг обрывы, туманы. Я думаю, я больше философствую в этот момент, но вот так в целом, если вот разделить, наверное, я много вопросов уже задаю, о чём ты думаешь столько времени, вот ты наедине с самим собой, никого нет, что ж ты, вообще, какое психологическое состояние, как ты это терпишь, с ума ещё не сошёл. Ну, конечно, ты успеваешь обдумать всё. Честно скажу, очень много мыслей по работе возникает, о том, как что-то улучшить, о том, какие, наверное, могут быть улучшения личной жизни в семье, что можно сделать дополнительно, какой челлендж ещё можно найти. Ну, то есть ты передумываешь массу, массу, массу всего, это очень полезно. Ты обращаешься к самому себе, я бы сравнил с состоянием с состоянием молитвы монаха, да, то есть когда вот он наедине, он же тоже терпит, он тоже, обращаясь к Всевышнему, он думает о чём-то таком вот важном, долгосрочном. Точно так же это какой-то тип молитвы, только, наверное, более обыденный, да, то есть где могут различные категории жизни проходить. Не обязательно какие-то вечные и такие вот категории долгосрочные. Поэтому масса хороших мыслей приходит. Я думаю, что вот этот повышенный гормональный выброс, который при разогревании температуры тела и повышенном несколько давлений происходит, вот, он способствует вот такой плодотворной работе мозга. Как пока совсем не закипело уже, ты зашёл за грань своих возможностей, вот есть какой-то плодотворный период времени, когда действительно мысли работают идеально. Ну и вообще, надо сказать, спорт прочищает. Довольно здорово работает в устаревающем теле, безусловно, устаревающем, потому что мы уже не можем молодеть. Вот, есть процесс саморазрушения неизбежный, но вот какая-то очистка постоянная и возможность сосредоточить своё сознание на чём-то важном, она от спорта исходит, поэтому позитивный момент. И это помогло тебе, ты считаешь, в том числе в борьбе с болезнью? Я думаю, да. Я думаю, что большой комплекс таких вот, много категорий мне помогло. Вот, поддержка семьи, прежде всего, поддержка друзей, я бы их, вот, безусловно, поставил во главу угла. Спорт как таковой, как категория отдельная, если мы вот посмотрим на всё остальное, он тоже важен, но не в первую очередь. Насколько помогла, когда ты познакомился с книгой Армстронга, Лэнса Армстронга? Ну, познакомился во второй день после операции, когда Витя Житков прилетел в Женеву поддержать меня. Витя Житков — это мой коллега, партнёр и идеолог развития трезлона в России, очень важный человек в нашем узком сообществе. Вот он привёз мне эту книгу, он сказал, замечательная книга, поддержит тебя в эти сложные минуты. Действительно великолепная книга. Мы можем хорошо или плохо относиться к допинговой истории этого человека, но то, через что он прошёл... Я думаю, можно для наших слушателей, может быть, кто-то не в курсе напомнить, через что прошёл Лэнс Армстронг. Да, у него был рак яичника, который дал метастазы в лёгкие и в мозг. Яичка, я думаю. Да, яичка, да. Дал метастазы в мозг и в лёгкие. Четвёртой степени, по-моему. Четвёртой степени, прогноз 3%. 3% уже выжать. 3% прогноз был, да. Вот. В молодом возрасте, 25 лет, вот, он прошёл это достойно. Надо сказать, что он же был ещё в основном триатлетом к этому моменту. Да. Он только переквалифицировался, на самом деле, в велогонщике. В велогонщике вот только-только произошла его реинкарнация. А до этого он начинал как достаточно конкурентный триатлет. И потом, к слову говоря, он вернулся в триатлон, и если бы не допинговый скандал, он бы поднял уровень популярности этого спорта, именно Ironman, потому что контракт у него был с компанией WTC, владеющей брендом Ironman. Он бы поднял популярность этого спорта на принципиально другой уровень. Ну так, да, значит, у него была диагностирована рак четвёртой ступени, ему были сделаны операции, да, у него удаляли, насколько я помню, метастазы, чуть ли не мозг, сверливали из мозга метастазы. Да, совершенно верно. Ну и вот у него, да, совершенно удивительная книга, о его восстановлении, его возвращении спорта, о том, о его какой-то совершенно феноменальной мотивации и умении преодолевать боль. Книга не про спорт, я считаю. Её обязан прочитать каждый человек, который, ну, как вы правильно сказали, борьба за жизнь, как ты правильно сказал, борьба за жизнь, это всегда рано или поздно становится повесткой дня. Вот, и чтобы понять, как сильные люди, а в 25 лет надо, конечно, иметь, безусловно, харизму и какое-то глубокое мировосприятие для того, чтобы через такие испытания достойно пройти и не растеряться. Вот, и то, как человек выжил в этой ситуации. Спорт идёт, скорее, таким вот боковым... Ну да, бэкграундом таким, это скорее такая очень философская... Так и называется, эта книга не про велосипед, эта книга про то, как я вернулся в жизнь. Да, и я тоже очень рекомендую, опять-таки, как бы не относиться ко всем этим скандалам с Ланс Норан Строгом. Конечно, большинство из вас сейчас помнит, что вот эти все разоблачения, что его лишили его семи титулов «Тур де Франс», это один из самых громких допинговых скандалов 21 века. В общем, даже с заходом в 20 век. И всё же, всё же, всё же. Для меня тоже эта книга в своё время была очень важна, как некое, ну, не пособие, но пример того, как человек может быть мотивирован, и как можно, как бы, изменить собственное тело, трансформировать собственное тело, когда перед тобой есть большая цель. Как он победил эту болезнь, как он вернулся в спорт, он вернулся победителем. У тебя не был период, ты не носил эти армстронговские жёлтые? Нет, никогда. Никогда такого не было. Но очень многие люди вокруг это делали. Нет, нет, у меня такого не было. Я его до сих пор безумно уважаю, даже несмотря после такого немножко сложного отношения, ухудшившегося, может быть, восприятия. Книга Тайлора Хэмилтона вышла весной, я её прочёл сразу же. Пока ещё её нет в переводном варианте, но наверняка скоро появится, потому что это великолепная книга. О внутренности велоспорта очень честная. Человек, который, по сути, его сдал. Вот. Тяжёлая книга, такая философская, но очень важная. Но в любом случае, вот, я не могу сказать, что там какие-то идолы должны существовать, и надо обязательно вот сказать, вот я вот буду таким же, или там должен быть свой путь. Поэтому никаких ленточек, ничего не было. Я человека уважал и уважаю по сей день. Вот. Но не собираюсь одеваться весь в чёрные, как он. Носить жёлтые браслеты, одевать чёрно-жёлтые окли. Вот. Есть какой-то свой стиль, я в нём существую. Панфёров. Алексей Панфёров у нас сегодня в гостях. Мы продолжим после небольшого перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о спорте и не только. У нас в гостях Алексей Панфёров, управляющий партнёр компании NRG, New Russia Growth инвестиционной компанией. Но говорим мы сейчас не об инвестициях, но вернее, может быть, и об инвестициях, об инвестициях времени и ресурсов, и собственного энтузиазма в занятия любительским спортом. Потому что Алексей триатлет, он несколько раз прошёл знаменитую железную дистанцию Ironman, прошёл дистанцию тройного Ironman, Ultraman. И вот только что мы говорили о том, как он победил не только дистанцию, но победил рак. И вернулся в спорт. Алексей, вот возвращение после рака. Меня совершенно потрясло то, как ты через сколько, через три, что ли, месяца после операции пробежал марафон. Да, это было, это полная глупость. Этого делать не надо. Но я свято верю в то, что болезни идут от нашей психологии, от нашего эмоционального состояния, от тех стрессов, которые мы испытываем. И мои лечащие доктора говорят, ну, если тебе так надо, так же, как мне Олег Тиньков говорит часто, ну, если тебе так надо, то давай. Ну, то есть, в принципе, вот этого никто не отменял. Да, вот связь физической материи и психологической материи, она для меня очевидна. Поэтому, когда я понял, что я должен сам себе доказать, что я вернулся, что я что-то могу, то я сумел зарегистрироваться уже там на ниточке на этот парижский знаменитый марафон. И туда поехали со мной друзья, поехал мой сын меня поддерживать. Вот. И я, пусть там с ужасным временем, в ужасном состоянии его добежал, я думаю, что я вернулся в тот момент именно. Ну, время, скажем, далеко не ужасное для любителей. Это сколько там за, 3.25, что ли? Нет, 3.29, вот. При том, что отметка полумарафона была на уровне час 29, то есть второй полумарафон за два часа, ну, то есть пешком. Вот. И даже самое главное, наверное, и не время, а то, в каком состоянии я прибыл на финиш, ну, наверное, этого делать не стоило. То есть это явно не улучшило мое физическое состояние. Но психологически как-то помогло? Безусловно, безусловно. То есть я вот так анализирую, думаю, ну, надо было делать все то же самое, только, наверное, более аккуратно и не замахиваться ни на какие временные результаты и правильнее разложить эту дистанцию. Вот единственная ошибка была. Через сколько ты начал бегать после операции? Ну, бегать было сложно. Это же тряска, удары. Совершенно верно. Через 10 дней после операции я в Италии ехал на велосипеде физически с полным запретом на тренировку. Еще со швами. Со швами, да. Это была тоже такая, наверное, авантюра. Я ехал 3 часа на велосипеде, хорошая погода в Тоскане была. Вот. И это тоже мне здорово помогло. А бегать не получалось из-за боли абдоминальной. Поэтому я просто ставил угол дорожки порядка 8% и шел со скоростью 7 км в час, что было безумным напряжением, но каким-то образом помогало дать ту необходимую нагрузку на те группы мышц, которые когда-то должны были быть задействованы в марафоне. Вот. А бегать начал за 3 недели до марафона, что, конечно, очень-очень мало для нормальной подготовки, для марафона в районе 3 часов. Ну, с моим не самым высоким уровнем физики для таких длинных забегов. Поэтому, ну, так, такой вот был интересный эксперимент, насколько быстро я смогу восстановиться. Ну, и затем сразу же, и без перерыва, в этом году ты пробежал затем триатлон. Полу-Аренкоен, да, через полтора месяца после этого марафона, ровно 4 месяца после операции, и какой-то для себя рекорд установил. Из всех, из всей нашей компании, всех русских прибежал первым, показал лучший результат. Для меня это было полным откровением. Наверное, так таково было велико мое моральное желание как-то реабилитироваться в собственных глазах. А не для такого, что болезнь сделала тебя сильнее? Я думаю, что она сделала меня немного мудрее. Она мне показала, что отдых это действительно работает. Даже долгосрочный отдых может тебе дать больше, чем убийственные тренировки. И не надо этого бояться. Хотя очень тяжело с этим смириться, и до сих пор не получается. Но вот тот опыт вынужденного перерыва показал, что ничего не разрушилось, а только уровень фитнеса, так сказать, уровень атлетизма, он накопился. Но ты быстрее же сейчас бегаешь, чем до болезни. Но я думаю, что сейчас я нахожусь в том возрасте как раз, и на уровне тех физиологических возможностей мужского организма, когда вот еще небольшое улучшение во всех категориях, плавание это вообще отдельный аспект, для меня это очень сложно, и велосипед, и бег, вот здесь еще как-то можно улучшать. А потом будет несколько лет, когда надо стараться не сильно ухудшать. И надо с этим смириться. До какого возраста, ты считаешь? Лет до 45? Я думаю, лет до 45, да, я способен, потому что база у меня была для начала не самая высокая, и я с нее могу все-таки как-то прогрессировать. Нужны методики, нужно думать об этом, нужно часто обследоваться с медицинской точки зрения. Вот. Но я могу прогрессировать. Как психология моя, собственно, отнесется к результатам, которые будут не лучше, а может быть хуже, но на уровне таких, как я, они будут улучшаться, в относительном выражении, не в абсолютном. Вот. Это сложный вопрос, я пока у меня на него нет ответа, поэтому у меня есть запасные пути развития. Ну, это, мне кажется, одна из прекрасных черт любительского спорта, вот это вот понятие age group, то, что ты соревнуешься со своими сверстниками всегда. Гениально, гениально. Будь тебе 18 лет или 80 лет, у тебя всегда есть некая группа сверстников, и ты против них. Ой, это я скажу, что, наверное, один из ключевых аспектов вот такой популярности, потому что, когда в 2010 году, после первого Ironman, я видел награждение в категории 75+, награждали немцы выигрышем в эту дистанцию. К слову говоря, он проплыл на 8 минут быстрее, чем я в тот день. Вот. В возрасте в два раза более таком высоком, да. То есть, и люди 5 минут ему аплодировали стоя, а он плакал на сцене. И я подумал, что вот человек счастлив, прожил великолепную жизнь, он просто совершенен для самого себя полностью. А рядом, кто стояли, занявшие 2-е и 3-е место, такие же замечательные атлеты. Ну, уж никак 76, 77 там, или там 80 лет, дать им было нельзя. То есть, это крепкие телом и духом люди, все немцы, к слову говоря, чувствующие себя отлично, продолжающие развиваться, радующиеся жизни. Ну, я подумал, ну, наверное, хочется вот так же, хотя бы даже в 65+, в категории, почувствовать себя на сцене где-то и насладиться моментом. После Ironman'ов ты ищешь постоянно некий новый челлендж? Вот откуда взялся эта идея ультрамена, тройного Ironman'а? Ну, наверное, что-то должно меняться, потому что должны находиться новые стимулы. Очень тяжело проводить вот те часы, о которых мы говорили, тренировок, находясь в рутине, буквально для того, чтобы взять все новые и новые титулы Ironman'а. Сейчас у меня их 8. Будет 9-20. В общем-то, наверное, радость. 8 Ironman'ов. Да. Самый быстрый, какой твой лучшее время? 9-56. 9-56. Это где? Казумель, 11-й год. Мексика, да. Ну, тут же многое зависит еще от дистанции, от климата. Очень сложно сравнивать одно с другим. От рельефа. От рельефа на велосипеде, от течений в воде, от волны. Ну, то есть, и даже одна дистанция год на год не приходится. Да, да. Вот. Поэтому к этому надо так относиться, к этим цифрам спокойно. Ну, да, недостаточно относительно. Нет, ну, все равно это некая, так сказать, марка человека, который из 10 часов убегает в Ironman. Сингл-диджит Ironman, да. А, сингл-диджит Ironman, да. Это такой прям статус. Ты говоришь, ты сингл-диджит Ironman? Да. А, ну, все тогда. С тобой все понятно, окей. Ты в нашей лиге. Есть такое понятие. Вот. Но Ironman это хорошо, потому что венец всего Ironman это квалификация на чемпионат мира. Вот мне, чтобы добиться такого успеха, я должен финишировать в числе лучших шести в моей возрастной группе. Средний состав в моей возрастной группе группы это 400-500 человек. То есть я должен быть одним из 100 лучших, да, вот если мы там разделим в проценте, я должен попасть в полтора лучших процента участников. Вот. А надо понимать, там есть и профессионалы бывшие, там есть люди, потребляющие допинг в активных количествах. Ну, в Мексике, допустим, со мной, где я занял 13-е место в своей возрастной группе, мне немного не хватило 10 минут до квалификации на чемпионат мира, выступал Лоранжо Лабер, это знаменитый французский велогонщик, ушедший в триатлон после окончания профессиональной карьеры. Я, кстати, не знал этого. Это любопытно. Вот. Очень популярный, очень приятный человек, отлично говорящий на английском языке, мы пообщались. Как можно с ним бороться на велосипеде? Я не понимаю. Он выиграл велоэтап? Он не выиграл велоэтап, при этом, я скажу так. Но там молодые такие машины едут. Да он и в нашей возрастной группе не выиграл велоэтап. Он даже в возрастной группе. В нашей возрастной группе он не выиграл велоэтап. То есть, что всяко улетт люди, я не знаю, но явно улетт. Потому что периодически начали появляться в Америке допинговые тесты, и люди снимают после этих допинговых тестов полно скандалов по любителям. ну и это факт есть анонимные опросы где выясняется что до 10 процентов участников принимают допинг и вот ну волей в америке нет в европе проводить европе германии в германии да и результаты публиковались в америке не знаю там более строго все но в германии проводился такой опрос и надо сказать что это только те кто написал да может кто-то не написал анонимно вообще тема 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 конечно огромная даже участвовать страница от профессионального допинга там все более понятно там всемирная слава деньги большие на кону рекламные контракты любители вот пытаюсь понять а что любителей заставляет принимать допинг вот это вот вся та же супер мотивация а мотивация может быть запредельная для человека допустим который себе в жизни в профессиональной все доказал в семье все комфортно у него есть какая-то вот мега цель и не за какие деньги не купишь ведь известно что попасть на кону можно как честно чемпионат мира на гавайях да который все мечтают отобраться да это же философия iron man так она и называется my way to conor да то есть если ты начал этим заниматься ты должен мечтать о коне это но венец всего поэтому есть 24 отборочных стартов в году и 25 это всегда второй уикенд октября кстати говоря следующий уикенд вот ждите вот этого самого главного старта в мире по триатлону онлайн трансляции это очень интересно очень захватывающе если кто-то выдерживает ночную трансляцию это можно все но как бы прочувствовать изнутри вот и все туда стремятся ну скажем так в россии это буквально единицы вот наши друзья смогли это сделать что-то должно совпасть кто-то должен не прийти на старт в той возрастной группе должно быть какое-то слабое стартовое поле должны совпасть погодные условия именно те они должны быть которые тебе комфортно если ты не любишь жару значит должно быть скорее холодно хотя все готовятся к жаре или наоборот или если ты плохой пловец должно быть течение которое тебя подхватит и нивелирует твои на грехи в технике плавания со всеми остальными потому что общее время сократится ну и так далее и тому подобное рельеф набеги в общем все эти нюансы когда речь идет о 10 минутах разницы на уровне 10 часов дистанции понимаешь да то есть это да это что это ну в общем то по минутке в час да где-то ну нюансы да то есть кто-то забежал в туалет а ты вот так подготовил свой желудок что тебе не надо туда бежать у кого-то судороги появились как у меня часто бывает у кого-то отпустил вовремя там таблетку с солью магнезию принял ты все очень грамотно рассчитал а может день не твой это тоже бывает биоритмы так стали ну то есть это это же лотерея хочу сказать в том числе ты все не можешь предсказать не только у любителей у профессионалов очень много звезд должно встать правильно ну так что теперь после айронмена на на кону есть цель отобраться но да ведь никогда же не поздно мы сказали о том что кона это всегда твои результаты на фоне твоей возрастной группы да и они всегда останутся так вот 75 хоть 80 лет конечно конечно то есть люди которые приходят 80 плюс и они одни им надо до финиша дойти они получили слот они обязаны им дать потому что вот он победил своей возрастной группе так вот что можно сделать можно либо улучшать результаты либо можно их разнообразить какими-то более экзотическими дистанциями или более сложными дистанциями в этом году мы уже поговорили о стронгмене на далеком японском острове потом это сподвигло нас делать уже самый сложный дуатлон имеющийся ну и так обозначенный википедии как самый сложный дуатлон в мире который называется power man зофинген швейцарский да в жутком что за дистанция там сначала бежишь 10 прямо по горам по тропинкам едешь 150 по холмам на велосипеде и еще на 30 на шоссе да да и бежишь еще 30 по тем же холмам ну то есть ты все время бежишь вот вверх вниз вернис это чистый кросс то есть горно да горный кросс интересное испытание это очень интересное испытание и как всем другие люди с узкими плечами непловцы но мы неплохо выступили мы неплохо выступили это было мы вообще первые русские кто это сделал в этом году нам очень понравился уровень организации комфортно много людей вот замечательно замечательная атмосфера такая с одной стороны домашний комфортно с другой стороны вполне по международным стандартам обязательно повторим этот опыт я всем советую это удобное время в каком месяце второй уикенд сентября всегда не проводят называется чемпионатом мира это аналог коны то есть самое которое мы говорили для армана только то не надо квалифицироваться могут участвовать все было около полутора тысяч человек можно записаться по интернет можно просто записаться да причем нам это удалось сделать за месяц до старта довольно комфортно это не такая популярность как безумная как у серии дабл ю тс айронмен айронмен конечно здесь я думаю надо согласиться очень сильный какой-то элемент фетишизма и вот это насколько насколько эта франшиза раскручена у нее вот это вот брендовая составляющая совершенно сумасшедшая сумасшедшая соглашусь в массовом спорте пожалуй это с огромным отрывом number one потому что сколько я вижу люди себе татуировки делают айронмен это вся символика вся эта сувенирка так называемая полотенца шапочки айронмен лайфстайл да то есть это австралия америка они живут этим вот массовый спорт номер один нашим слушателям тоже наверное сказать что не обязательно собственно самим айронменом заниматься потому что есть тоже дистанция железная есть серия челлендж да есть различные так сказать национальные старты которые просто они не хотят платить деньги за то что они будут иметь франшизу айронмена да да точно потому что в общем-то минимальная стоимость порядка 600 долларов стартовый взнос да минимально потом вот сейчас посмотрите на календарь 2014 года ведь попасть и никуда уже нельзя остался открытым только цурих в июле 2014 все остальное переподписано то есть даже если захочет заплатить и поехать уже поздно надо быстро хватать люди люди выкупают вот я помню в прошлом году был когда очень популярный старт в швеции в кальмаре там по-моему там 5000 мест разошлось что ли за полчаса до три с половиной тысячи три с половиной тысячи за полчаса после начала регистрации совершенно верно так и было вот в этом году это тоже уже так же быстро в чем там по 450 евро что ли да стартовый взнос что-то в таком духе порядка порядка 650 долларов до эквивалента вот я думаю да надо сказать нашим слушателям если кто-то вдруг заинтересуется что не обязательно ехать за 600 долларов да что есть гораздо более дешевые в той же там эстонии старты есть великолепный сайт он называется три мэпа то есть три три от слова триатлон мэпер от слова там карта на английском языке вот там буквально все даже второго третьего уровня старты присутствуют в базе данных очень удобная разбивка и по числам есть по календарю и по континентам и по видам стартов можно это слоить как угодно и выбирать интересующий старт не знаю если там фильтр по стоимости наверняка да но тем не менее подобрать старт в европе в ближнем зарубежи это вообще не проблема это вообще не проблема можно найти что-то со стоимостью регистрации 100 долларов 150 200 это будет замечательные уютные старты можно себя попробовать никаких проблем в этом нет алексей вопрос который меня интересует больше всего где ты находишь время на такой объем тренировок потому что учитывая то что в этом году ты сделал этот ультрамена я в общем понимаю что это сколько там сотни часов тренировок ушли сколько ты в неделю тренировался чтобы часов ультрамена то конечно отдельной категории я даже вот до сих пор не понимаю как я на это решился потому что инвестиция прежде чем моральных таких вот своих сил в это все было колоссально и поскольку я сумел квалифицироваться на чемпионат мира на коне по ультрамена завершив от соревнований в десятки сильнейших и я могу по ультрамена можно на кону квалифицировать у них своя у них же эта серия идет с 82 года у них также присутствует кона а своя кона ультрамена своя ультрамена вская иконы да у них аналогично это некий стандарт тоже но это как бы ультра стандарт где меньше участников всего в мире пока это там же на гавайях это там же на гавайях на том же пляже я не знаю на том же пляже или нет по моему на другом но это тот тот же остров сада та же трасса она немного по-другому закольцовано но это все там же на той же коне вот это конец ноября начало декабря то есть когда там более комфортно и по моему климатические условия чуть более комфортно и вот но это та же самая дистанция которая везде присутствует на всех остальных отборочных стартах вот так говоря об инвестициях времени и необходимости этот год наверное был исключением потому что подготовка к ультрамена подразумевает многие недели по 30 часов но в общем то это целая рабочая в принципе целая рабочая неделя да то есть если мы возьмем 30 разделим на 5 рабочих дней в неделю да ты получишь 6 часов в день правильно как это довольно таки серьезная инвестиция это все ну так скажем в ущерб работе может быть неправдой сказать что нет то есть как бы партнеры понимают бизнес понимает или ты сознательно вот этот как бы назначил этот год то что ты не делаешь больших проектов ты этот год посвящаешь вот этой вот мега цели но без партнеров и без распределения ответственности обязанности и более четкой концентрации усилий на чем-то конкретном невозможно вообще этим даже начинать заниматься то есть если у тебя нет свободы маневра если ты не понимаешь как ты можешь вообще свой календарь двигать этим невозможно заниматься да ты должен быть мега эффективен во всем да поэтому конечно прежде всего страдает даже не на работа семья вот семья тебя вообще не видит во время тренировок но в отличие от соревнований который где самая семья присутствовал постоянно ну невозможно это же вместе уезжать надо тоже большую часть это в россии же невозможно так тренироваться в принципе невозможно на велосипеде такие объемы делать невозможно ни климата не дорог да вот хорошо что мой младший сын он ездил в спортивный лагерь в словении на озеро блед я думаю что это мега для тренировок потому что это спокойное горное озеро где запрещено движение моторного моторных лодок можно комфортно в зеркальной воде плавать плавать часами это безопасно абсолютно вода ровно такая чтобы плыть в тонком гидрокостюме положенные мне три три с половиной часа вот в общем то тебя могут сопровождать на лодке с веслами где идут где везут твое питание и воду чтобы ты не умер во время этого плавания и великолепные горы вокруг это буквально 50 километров от кулгенфурда где проводится в австрии армен то есть это туннель разделяет это место с австрии по чисто в не визуально это вот австрийский такой городок в словении то есть то есть там вот эти вот все часы в общем нужно было уехать из россии чтобы там тренироваться и готовить ключевые две недели ключевые вот таких больших объемов большого бега велосипеда и плавания проходили именно там и сын был параллельно в лагере даже получилось один раз совместно в спортивном забеге поучаствовать там есть такой классический забег на 10 километров где президент словении участвует традиционно называется ночная десятка вот я с больная тема когда уже наши президенты премьеры или хотя бы мэры начнут участвовать больших массовых спортивных соревнованиях это был бы конечно прорывный момент я думаю в массовом именно в массовом задачи потому что владимир владимирович же очень спортивный человек он как раз наверное меняет подход к культуре уважение к спорту но вот именно массовый вот там все бежим а я бегу первых вот собянин же благословил вот этот великолепно организованного а если бы он там еще и стартанул перед все мы все слышим про короля швеции который проходит вас у вас и так далее вообще нормой является я считаю что это является такой частью культура все стремятся в это да вот и когда когда президент приветствует каждого участника на финише и жмет ему руку потому что он сам прибежал за 38 минут десятку что очень-то круто и фотографируется с тобой а там и полу тысячи человек неплохо десятку за 30 до 40 с лишним наше время к сожалению уже подходит концу стремительно вот последний может быть вопрос до какого возраста ты хочешь бегать какие вообще ну таких планов нет таких планов нет я думаю что у меня много запасных вариантов и это так как-то вскользь упомянул интересно продвинуться и в альпинизме интересно продвинуться наверное в каких категориях типа йоги стать более гибким это тоже большие временные инвестиции в беговых лыжах вот есть такие далеко идущие планы то есть планов очень-очень много ну что же лексия желаю чтобы эти планы исполнились чтобы они были возможно более разнообразные но все равно для нас есть ориентир сейчас лондонский марафон 80-летний человек пробежал сик я думаю к тому времени когда мы к этому возрасту подойдем уже люди в сто лет будут бегать так что горизонты огромные да кому-то из вас кто на это из нас слушает я думаю впереди есть аэронмен а кому-то вот сейчас даже в осенний день выйти и пробежать хотя бы ваши первые полтора три километра будет являться таким же достижением как для алексея было пробежать 10 проплы вернее пробежать 85 проехать 421 проплыть 10 километров алексей панферов управляющий партнер энерджи айронмен и ультрамен был у нас сегодня в гостях меня зовут сергей медведев доброй ночи и удачи сергей медведев доброй ночи и удачи